Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Трое украинских военнослужащих получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. 29 обстрелов со стороны российских оккупантов зафиксировали в штабе операции объединенных сил, в том числе и запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, под огнем из тяжелых минометов оказались защитники Гнутова. Украинские позиции в районе Павлополя боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки проявляла активность снайперская группа оккупационных подразделений. По данным украинской разведки, за минувшие сутки один боевик уничтожен, еще один был ранен. 200 миллионов долларов выделят в этом году Украине Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает посольство Украины в США. Деньги пойдут, в частности, на предоставление военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, а также логистического обеспечения и подготовку вооруженных сил Украины. Отмечается, в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов. В посольстве говорят, это решение Вашингтона – свидетельство неизменности позиции США относительно поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Более 80 украинских бойцов, получивших ранения и заболевания вследствие боевых действий, участвовали в отборочных соревнованиях для 43-го марафона морской пехоты США. Всего от Украины отберут 10 человек. В октябре в Вашингтоне с тысячами других марафонцев они будут участвовать в беге на дистанции 10 и 42 километра. Под номером 25 они бегут вдвоем. Волонтер Александр помогает незрячему тезке преодолеть дистанцию в 5 километров. Молодой лейтенант Александр Попруженко в 2015-м спас полтора десятка сослуживцев. Накрыл собой гранату, неудачно брошенную бойцом на учебном полигоне. Около сотни осколков все еще остаются в теле офицера. Несмотря на это, нашел силы участвовать в забеге. Каждый человек ставит себе преграды, пока не преодолеет их у себя в голове. Мне это далось легко. Узнав об отборе на марафон морской пехоты США, Александр бросил клич на фейсбук-странице любителей бега. На помощь пришел его тезка. Неделю назад они познакомились и провели две тренировки. Очень хорошо, когда такие известные люди становятся примером того, кем может стать любовь. Критерии отбора на марафон разные. Главное – быть участником боевых действий и иметь ранения. Они должны быть в хорошей физической форме, способными пробежать 10 и 42 километра. Они должны быть коммуникабельными. В этом году будем понемногу подгонять критерии, как просили американцы, чтобы среди участников были те, кто может говорить по-английски. Кто разговаривает английскую мову. Среди участников и наш коллега, боец нацгвардии, а сейчас автор проекта «Инвиктус» на ЮЭй-ТВ Вадим Карабенко. Его спортивная стихия – вольная борьба, поэтому беговая дистанция далась непросто. Для меня это действительно был серьезный вызов, потому что я из единоборств, я из вольной борьбы. И бег на длинные дистанции – это точно не мое. Еще там 100 метров, 200 метров вообще кое-как, а здесь было очень тяжело. Но поскольку мы все люди амбициозные и авантюрные в своем роде, то есть я решил на этот вызов отозваться, зарегистрировался, пришел сюда. В очередном забеге первым приходит к финишу Николай Рудык – пограничник, мастер спорта. Участвовал в революции достоинства. Там в его голову попали три пули, одна на вылет. Он лишился глаза. Но после реабилитации и спорт не бросил, и стал помогать армии как волонтер. Я бежал за всех героев, которые отдали жизни за Украину. Небесная сотня, Иловайский котел, Дебальцево, Саурмогила, защитников Луганского, Донецкого аэропортов – за всех. Потому что, если мы будем их помнить, будет Украина жить. В прошлом году Николай Рудык стал победителем 42-го марафона морской пехоты в США. Сейчас украинские бойцы готовятся уже в третий раз принять участие в забеге. Каждый год в Вашингтоне на дистанцию выходят десятки тысяч людей, среди которых и армейцы, и гражданские семьи погибших бойцов. Очень большая поддержка нашей диаспоры, очень много украинских флагов. На самом деле, очень стимулирует. Была только одна цель – закончить как можно быстрее дистанцию и достойно представить Украину. Поездка в Америку – не главная цель для многих участников. Своим примером они хотят показать другим. Жизнь даже после тяжелых ранений не заканчивается. Прийти на стадион для меня было чем-то невообразимым. Месяца два назад, если бы мне сказали, что я пробегу пять километров, я бы сказал, люди, вы не по адресу. А сейчас я понимаю, что для меня и 42 – не предел. Для меня и 42 – это не предел. Восьмой международный турнир по художественной гимнастике «Империя юных талантов» проходит в Киеве с 19 по 21 июля. В нем принимает участие 460 спортсменок из восьми стран. Праздник красоты и грации видела и наша съемочная группа. Открывает турнир композиция с участием экс-гимнасток национальной сборной Евгений Гоман и Виктория Мазур, воспитанниц школы Дерюгиной. Их сменяют юные участницы соревнований. Самым младшим гимнасткам 4 года, но они уже покоряют зрителей спортивным мастерством, грацией и харизмой. Столько детей, очень талантливых среди молодежи, что, честно говоря, разбегаются глаза. И хочется всех наградить, всех поддержать, всех заинтересовать, чтобы детки хотели и дальше заниматься, чтобы они не оставляли этот прекрасный вид спорта. Очень много звездочек. На парад выходят команды из восьми стран и украинских школ художественной гимнастики. Организаторы награждают призеров и победителей в категориях, где накануне состоялись соревнования. Пятилетняя София художественной гимнастикой занимается с двух лет. Сегодняшняя награда – 14-я в ее коллекции. Я выступала в показательном, выступала с мячом и выступаю сейчас постоянно без предметов. Семилетняя Анастасия из Ромна завоевала на турнире три золотые медали в многоборье и упражнениях с обручем и булавами. Делится с нами секретами своего успеха. Нужно сильно тренироваться. И у меня есть свои любимые предметы. И гимнастику я очень люблю. И гимнастику я тоже люблю. Второй соревновательный день продолжили восьмилетние гимнастки в упражнениях со скакалкой и обручем. Елена Дидух, Вячеслав Смирнов, ЮЭй-ТВ. В 4 часа фотографы-любители авиационной съемки снимали посадку и взлет пассажирских авиалайнеров в аэропорту Киев. Здесь провели споттинг под названием «Вечерница в аэропорту» или «Вечерний разлет». Также споттерам разрешили подняться на одну из диспетчерских вышек. В аэропорту Киев, говорят, давно сотрудничают с любителями авиасъемок. Подобные мероприятия здесь проходят регулярно. Это такое хобби, когда люди уже без этого жить не могут, как там без рыбалки и без охоты. Такие фотографии, как делают ребята, конечно, еще поискать нужно таких фотографов. Тем более у них техника специальная и натренированная. Сегодня мы договорились с диспетчерской вышкой и пройдемся по перрону погуляем, сфотографируем новой самолетской авиакомпании SkyUp, он такой очень яркий, красивый. А вот как выглядит восход солнца в небе над Боливией из кабины самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 мы с вами увидим на этом видео. Экипаж украинской МРИ отснял его по пути из чилийского аэропорта Икики в боливийский Чимаре. По этому маршруту украинцы выполняют серию рейсов, перевозят оборудование для модернизации боливийских теплоэлектростанций. Сразу же после выгрузки МРИ возвращается обратно в Перу. За один рейс Ан-225 перевозит до 160 тонн груза. Первый рейс выполнили 27 июня, завершат перевозки к концу июля. Доставленное оборудование позволит увеличить мощность энергосистемы Боливии на 66%. Это и другая актуальная информация онлайн на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова